Работа пошла, я думаю, что нас уже никто не остановит. Тяжелая техника прочно укрепилась в селе Вощажниково Борисоглебского района. Бетон на стройплощадке течет рекой. Подрядчик готовит фундамент новой школы. Старое здание напора молодых уже не выдерживает, особенно во время уроков физкультуры. Иногда боимся, что рухнет, стараемся меньше прыгать. В новом здании уверены учителя, и их воспитанники точно прыгнут выше головы. Здесь же можно будет проводить исторические балы. К слову, это одно из любимых хобби учеников. Шьют себе костюмы, исторические платья, которые отражают эпоху исторического времени. Конечно, у нас сейчас наш маленький кабинет технологии не совсем позволяет это делать, и поэтому приходится приспосабливаться. Будущие творческие мастерские назвать кабинетами язык не повернется. Оборудованию позавидуют и в городских школах. Если мы обратим внимание, особенно класс рисунков, хореографии, скульптура, муфельные печи, диалог, жиганатюрмортный фонд. А фактически есть для доп. образования классы, которые не во всех школах есть, с направленностью условно культуры и искусства. Школа на селе всегда была особенным местом. Она дает толчок развитию всей территории, даже еще не достроенная. Пока губернатор Дмитрий Миронов добирался до площадки, сделал ряд важных замечаний. Нам важно, конечно, также привести в порядок дороги, привести их в нормативное состояние, для того, чтобы было качественно и безопасно. Мы могли доставлять детей к месту учебы и к месту проживания. Кроме состояния дорог, путь некоторых детей мрачает и расстояние. Старое здание всех местных детей не вмещает. Поэтому многие ездят в поселок Борисоглебский. Как только новую школу закончат, путь к знаниям для детей останется сложным лишь в переносном смысле. К 1 сентября 2022 года здание новой школы будет возведено на 240 мест. Естественно, этот объект весьма востребован, потому что на селе проживает очень много молодых семей. Стоимость объекта почти 450 миллионов рублей. Эти деньги искали несколько лет. Но после встречи губернатора Дмитрия Миронова и председателя правительства России Михаила Мишустина в марте 2020-го вопрос с финансированием закрыли. Сейчас нужно организовать только пристальный контроль за строительством. Павел Волков, Алексей Белов. День в событиях.